КРИМИНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ КРИМИНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ КРИМИНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ КРИМИНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ КРИМИНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ Асфальт и бетон молниеносно достигла МВД СССР. Мыслимо или дело? Посреди белого дня на глазах у десятков свидетелей расстреливают людей. Водитель Александр Бычков от пулевого ранения в сердце скончался на месте. Кассир Валентина Покровская умерла по пути в больницу. Была похищена баснословная по меркам того времени сумма – 109 тысяч рублей. И это при проезде на метро «Запятачок» и цене «Эскимо» – 109 тысяч – зарплата обычного советского человека за 50 лет ударного труда. Это даже был своеобразный рекорд. Ограбления инкассаторов случались и ранее. Например, в Казани 66 тысяч, в Риге 36 тысяч, а тут сразу 109 тысяч. Нападавшие трое неизвестных в респираторах сорвали бешеный куш. Расследование громкого дела было взято под контроль ЦК КПСС. Из Москвы прибывают лучшие оперативники Главного управления уголовного розыска МВД СССР. При УВД Алматы создается штаб по поимке на летчик. Его возглавил полковник милиции Ким Арестанов. За сколько проработал я в общей сложности в 36-х органах, но такой дерзкой, жестокой бандой у меня не приходилось встречаться. В том, что ограбление кассира асфальтобетона – дело рук организованной банды, сыщики не сомневались с самого начала. Бандиты заранее добывают форменную одежду и респиратор. И точно знают – зарплату на предприятие привозят в обеденный перерыв. Кассир забегает на минуту в кабинет за недостающими документами и уезжает в банк, взяв с собой для подстраховки бухгалтера. Зашли в вестибюль, ярко солнечного света, темно. Я увидела, вот тяны спиной ко мне стоит человек в спецовке, в такой же спецовке, какой ходят наши рабочие. Бухгалтер Татьяна Складанная чудом в тот день увернулась от выстрела в голову. Пуля вскользь прошла по голове. В момент выстрела она от шока упала, поэтому уже не подумав, что она тоже мертва, они забирают сумку с деньгами и скрываются с места преступления. Выскочив на улицу с сумкой, набитой купюрами, бандиты открыли стрельбу. Прохожие кинулись в рассыпную. Я выглянула из-за угла, вижу, лежит на полу Юрий Петрович, на нем лежит Валентина Петровна. И он истекает кровью, у него из сонной артерии, из страшной струей хлещет кровь. Спустя полминуты охрана асфальтобетона опомнилась, бросилась в погоню, но тщетно. Преступников и след простыл. Учитывая особую опасность, преступления квалифицировали по крайне редкой для того времени статье «бандитизм». А ведь еще совсем недавно Прибрежневе против такой квалификации резко выступал министр внутренних дел Щелоков, доказывая, в стране победившего социализма бандитов быть не может. Однако времена изменились. Шел 86-й год. 26 апреля. На Украине происходит крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. Авария на Чернобыльской АЭС. В зону радиоактивного заражения прибывают специалисты со всего Союза. В Европе теракт. Взрыв на дискотеке Лабелле в Берлине уносит жизнь нескольких людей. Более 250 раненых. В США некто доктор Хайдер начинает 218-дневную голодовку, требуя ядерного разрушения. Цель, что и говорить, благородная. Тем не менее, злые языки поговаривают. Доктор втихаря подкрепляется соками и ест витамин. А вот советскому Казахстану, где жизнь по-восточному нетороплива, покой теперь только снится. Отряды милиции прочесывают Алмату и всю республику в поисках следов, оставленных бандой. И находят третью жертву налета на предприятие асфальтобетон. В лесополосе обнаружен брошенный уазик. В салоне маски-респираторы. А в багажнике завернутый в ткань труп водителя. На ночном заседании штаба при Алма-Атинском УВД подводят итоги страшного дня. Три человека хладнокровно убиты. Похищен зарплатный фонд одного из крупнейших предприятий республики. Принимается беспрецедентное решение. Для расследования дела асфальтобетона создать 11 оперативных групп. Подобного размаха не знали со времен поимки легендарной черной кошки и серийного убийцы Мозгаза. А пока сыщики нащупали первую зацепку. Баллистическая экспертиза показала. Налетчиками использован пистолет Макарова, похищенный три года назад. При весьма загадочных обстоятельствах. Стрельба в санатории Совета Министров. Он был еще жив, и тогда его добили с обреза. Кто устроил Чикаго в Советском Казахстане? Тотальные зачистки и липкий страх воров в законе. Даже авторитеты преступного мира говорили, вот, ну, оставьте нас в покое. Тяга к убийству. Одно из самых громких дел в истории советского сыска. 83-й год. Город Алма-Ата. Санаторий Совета Министров Казахской ССР. Здесь под неусыпным оком охраны отдыхала от трудов праведных политическая элита республики. Звонок, поступивший с охраняемого объекта, поверг оперативников в шок. Совершено нападение на санаторий Совета Министров. Есть убитые! Примчавшиеся на место происшествия оперативники обнаружили страшную картину. Распахнутые настежь ворота, следы крови на земле, а возле будки постового растерзанное тело милиционера Мугалова. Мугалову нанесли множественные ножевые ранения, но он был еще жив, и тогда его добили с обрезом. Восокопоставленных гостей пансионата, а среди них члены ЦК Компартии Казахстана, срочно эвакуируют. Не исключено, преступники все еще на его территории. Сыщики пускают служебную собаку, но тщетно, никаких следов. Территорию прочесали, однако посторонних на объекте не обнаружили. Более того, выяснилось, проникнуть в здание нападавшие и не пытались. Так что же выходит? Жизнем высокопоставленных слуг народа ничего не угрожало? Следователи пришли к выводу, постового убили из-за оружия. Убийцы унесли с собой табельный пистолет и несколько запасных обоим. Сложность раскрытия была этого преступления в том, что у нас практически отсутствовала свидетельская база по этому преступлению. Но один единственный свидетель налета на санаторий все же нашелся. Сотрудница соседнего пансионата. Она слышала громкий хлопок. А спустя минуту видела на пустынной дороге автомобиль. Волгу бежевого цвета. Автомобиль Волга в те годы массовый служебный транспорт в СССР. Однако черный цвет кузова в Южных Республиках популярностью не пользовался. Машина слишком нагревалась. Салон превращался в финскую баню. Один мой знакомый таксист за бешеные деньги установил на Волгу кустарный кондиционер. Про ноу-хау прознало начальство. Служебную машину с кондиционером перевели для обслуживания иностранцев. И чаевые для моего приятеля пошли в валюту. Но как среди десятков тысяч бежевых волк отыскать ту самую, на которой скрылись убийцы? Водителей служебных ГАЗ-24 поголовно допрашивают. Сверяются графики и маршруты следования. Особенно тщательно оперативники проверяют близкий круг погибшего постового. Не исключено убийцы его хорошие знакомые. иначе почему Мугалов открыл налетчикам ворота? По характеру нанесения интересных повреждений первое ранение было сзади нанесено, сзади к нему стоял, а потом все ранения спереди руки, ноги были повреждены, чувствовалось яростное сопротивление. Однако выйти на след преступников не удается. А спустя несколько недель произошло новое убийство. с применением все того же табельного оружия. На этот раз бандиты пошли на крупное дело. Придорожный кустарник надежно скрывал от посторонних глаз наблюдательный пункт. Трое мужчин на железнодорожной насыпи не отводили взгляда от районного банка, который хорошо просматривался с этой точки. Наконец один из наблюдателей прильнув к биноклю произнес вижу пора. Кассир автобазы спецдормаш Анна Урманова приехала в банк получать командировочные для сотрудников. От банка до предприятия всего несколько остановок на автобусе и никакого тебе спецтранспорта, охраны, оружия. Тогда к этому не относились строго как сейчас у инкассатора развозят в бронированных машинах, а мы легкомысленно несли сумку как будто бы знаете с картошкой. Когда до ворот автобазы оставалось всего несколько сот метров, из-за гаражей на тротуар выскочил мужчина в мотоциклетном шлеме и кожаной куртке. В руке он держал пистолет. Раздались выстрелы. Человек в шлеме хладнокровно схватил сумку. Как говорится, он уже был заряжен на убийство и поэтому убьем. Увы, нападение было почти напрасно. Вместо 100 тысяч предполагаемых рублей убийцы обнаружили в сумке жалкую тысячу. По случайности в банке в тот день кассиру выдали только часть суммы. Но преступники об этом не знали и собирались взять по-настоящему большой куш. Между тем у следствия появилась реальная зацепка. Нашлись свидетели, слышавшие рев мотоцикла отъезжающего от места убийства кассира автобазы. Один даже рассказывал сыщикам. Да, я видел мотоцикл Ява. Сидело двое, сзади в каске, в очках и в руках держал сумочку. Ява. На первый план выходит версия. Убийство милиционера и кассира автобазы спецдормаш совершено так называемыми рокерами. Рокеры в начале 80-х это те, кого сейчас называют байкерами. Мотоциклисты, разъезжающие группами по ночам. Визитной карточкой рокеров стало отсутствие на мотоциклах глушителей, что выводило из себя обывателей и гаишников, которые поначалу просто не могли догнать ночных хулиганов среди лабиринтов улиц и дворов. Здесь мальчишки собираются, подростки, человек 30, мотоциклисты. Со временем для отлова рокеров в ГАИ даже создали специальные подразделения. О Харлеях, Рокеры 80-х и не помышляли. Мечта советских мотоциклистов Ява. Машина внушительная и непомерно дорогая. 900 советских рублей. Алма-Атинской милиции предстояло проверить ни много ни мало всех владельцев мотоциклов Ява. В столице Казахстана их насчитывалось несколько тысяч и столько же в области. Опытнейшие оперативники еще не догадывались это версия тупиковая. Оказалось это показания свидетелей были ошибочными с течения обстоятельств вот проезд этого мотоцикла. Бедные мотоциклисты эти явисты их сотни тысяч проверяли. Лишь позже выяснится банда была на других колесах. 06-я модель жигулей которую они специально угнали для совершения этого преступления. А налетчики они праздновали победу. Но тем не менее чувствовали вся советская милиция нацелена на их поимку. Банда решила залечь на дно. хотя мечта о большом кушании покидала налетчиков ни на минуту. Прошло три года. Ни одна из 11 оперативных групп на след налетчиков так и не вышла. Хотя работа была проведена колоссально. Много позднее следствию станет известно. В планах бандитов уже в те дни значились куда более чудовищные преступления. Например массовое убийство солдат с целью завладения автоматическим оружием. А после и совсем гангстерский план подрыв инкассаторского автобуса. А пока на помощь следствию призывают ветеранов уголовного розыска. Я благодарен нашим ветеранам уголовного розыска. они составили криминологический портрет преступника. Мы заново вернулись к свидетелям, очевидцам преступления и составили фоторобот. Как выяснится позже, фоторобот главаря бил почти в точку. Подключили агентуру. Милиция устраивала облавы на всевозможные малины. Никогда еще на улицах Алма-Аты не было настолько безопасно. Город вмиг очистили от криминалитета. Даже авторитеты преступного мира говорили, вы оставьте нас в покое. Был жесточайший террор преступному миру. Террор против преступного мира. Красивые слова. Изучая материалы этого дела, я невольно ловил себя на мысли, а почему милиция начинает шевелиться только после серьезного ЧП? Почему нужна кровь невинных людей, чтобы очистить тот или иной город от криминала? Непонятно. Тем не менее, в нашей истории титанические усилия дали плоды. В деле наметился долгожданный прорыв. Известный в республике рецидивист Мусаев, задержанный по делу о пьяной поножовщине, заявил на допросе. Он знает, кто грабит и убивает кассиров. Но назовет имена только тогда, когда с него снимут все обвинения. Исповедь рецидивиста. Ну, это своего рода самородок. Кто убивает кассиров? Новые жертвы и наполеоновские планы. Совершить убийство военного наряда и овладеть автоматами. Тяга к убийству. Одно из самых громких дел в истории советского сыска. 86-й год. Город Алма-Ата. Криминальный авторитет Мусаев утверждал, он знает, кто совершил налет на кассу завода асфальтобетон. Рецидивист в красках расписал ограбление. Но воодушевленные поначалу следователи быстро потеряли интерес к исповеди рецидивиста. Мы все, кто там присутствовали, мы дословно знали каждую запятую каждое событие этих преступлений. И поэтому, естественно, мы перекрестно ему задавали вопросы, проверяли, пришли к выводу, что он вводит нас в заблуждение. Потому что ни один факт, о котором он говорил, не совпадал. Однако, что-то в показаниях авторитетов все-таки зацепило опытного сыщика Аристанова. Раз за разом он прокручивал магнитофонную запись. В том, что он говорит, тот-то есть зерно, но не могу понять, в чем зерно-то это. Потому что он в основном на преступном жаргоне говорит, естественно. И так я каждый вечер практически прослушивал эту кассету. Аристанов тогда и не подозревал, эта запись перевернет весь ход расследования и выведет наконец на неуловимую банду. А преступники тем временем наметили новую цель. Касса завода 20 лет октября. Этот налет должен был принести им больше, чем все предыдущие преступления. 300 тысяч, а то и больше. По меркам середины 80-х настоящее ограбление века. Но взять баснословные деньги непросто. Наличные из банка на завод перевозили в специальном автобусе, а инкассаторы, сопровождающие груз, были вооружены револьверами. Быть подстреленным или даже убитым такая перспектива главаря никак не устраивала. Чтобы добиться огневого превосходства над инкассаторами, нужно раздобыть автоматы. Но где их взять? А что если напасть на армейский патруль одной из воинских частей? У нас как раз в городе есть такое место, караул выходит на улицу и идет просто по улице. И очень легко было завладеть именно оружием. Во время смены караула преступники собирались совершить автомобильный наезд на армейский патруль. Тот, кто останется жив, добить его ножами, так сказать, пистолет был. Давить патруль решили автомобилем такси. Это сейчас проехаться на такси обыденное дело. Стоит лишь позвонить по телефону или выйти на дорогу и взмахнуть рукой. А в 80-е поймать на улице машину с зеленым огоньком было редкой удачей. Таксисты были королями на дорогах. Сытые, наглые, если и подбирали людей на обочине, то везти соглашались в удобном им направлении. Никакой конкуренции. Нечего и говорить, что просить сдачу у водителя считалось чем-то неприличным. Однако альтернативы не было. И на специальных стоянках выстраивались длинные очереди советских граждан. Все время стоим под вас и ловим сейчас за такси. Униженно просивших шеф до Медведкова довезешь. Вот какие были времена. Жадность одного из таксистов сыграла в нашей истории роковую роль. Ранним утром на стоянке появился рослый крепкий мужчина. Шеф, плачу три счетчика. Ехать недалеко, вот только товарищи по дороге подберем. Не доезжая до воинской части, пассажиры попросили водителя притормозить. Еще секунда, и на горло жертве накинули баудавку. Но таксист Вакулин почувствовал опасность и оказал бандитам яростное сопротивление. Ну, они все же его добили, но не смогли завести машину. Там хитрость какая-то есть, и у них этот план сорвался. Бандиты опоздали к смене караула. Момент был упущен. Убийство таксиста озадачило сыщиков. Автомобиль с шашечками слишком приметный. Угонять нет особого смысла. Много позже станет известна правда. Таксист Вакулин ценой собственной жизни предотвратил массовое убийство и крупнейшее в истории Советского Союза ограбление инкассаторов. Но взбешенной неудачей главарь банды и не думал отступать от цели. Чтобы взять кассу завода 20 лет октября ему и автоматы не нужны. Куда проще подорвать инкассаторский автобус на радио мини. График и маршрут автобуса были известны. За инкассаторами долго следили. Оставалось раздобыть взрывчатые вещества для бомбы. Но налетчики не знали. Их замыслы поставила под удар магнитофонная запись. На пленке показания криминального авторитета Мусаева, утверждавшего, что лично знаком с бандой. Милиция авторитету сначала не поверила. Но полковник Арестанов, сотый раз прослужив пленку, понял, в чем дело. Авторитет ошибался во многом. Но один эпизод нападение на завод асфальтобетон описывал на удивление точно. Водитель Бычков, переносивший сумку за 109 тысячами рублей, был убит выстрелом в сердце. Один из бандитов попытался выхватить сумку с деньгами, но не сумел разжать пальцы убитого. Мертвая хватка. Тогда второй с возмущением такого ты возишься, подбегает и упор стреляет уже убитого Бычкова четыре раза из пистолета Макарова и вдвоем еле-еле разжимает пальцы и уносит сумку. Эту фразу главаря упоминали только непосредственные свидетели налета. Теперь Арестанов был уверен на сто процентов. Мусаев действительно знаком с бандой. Авторитеты срочно доставляют в кабинет полкова. Сыщик сразу перешел к делу. Ты называешь имена бандитов и мы оставляем тебя в покое. Достаю из холодильника втул коньяка выпил закусил конфеткой я возмутился вот ну ты будешь говорить или нет вы хороший человек я вам скажу только налей еще раз. Авторитет называет три фамилии Можаев Немчин Салуян все они уже попадали в поле зрения милиции в ходе массовой проверки водителей но тогда троица представила поддельные путевые листы обеспечив себе али основатель и лидер банды Виктор Можаев с раннего возраста был противоречивой натурой увлечение тяжелой атлетикой сочеталось в нем с искренней любовью к шахматам Можаев был прирожденным стратегом и все эти разработки каким образом совершить с применением какого транспортного средства значит с какой маскировкой это в принципе все исходило от Можаев свой первый срок он получил в 20 лет за драку с поножовщиной в колонии Можаев взялся за ум освободился условно-досрочно за примерное поведение женился устроился водителем в спортивный комитет казахской СССР вот только жить на одну зарплату ему было не в моготу Можаев сбивает банду в которую входят Николай Немчин и Михаил Салуян Немчин работает личным шофером проректора зооветеринарного института а Салуянов водителем скорой помощи время от времени сотрудничает с бандой еще один водитель Владимир Токарев Салуянов вообще не производил впечатления убийцы да вообще преступника очень симпатичный парень даже я сказал мягкий какой-то Немчин и Можаев это зверюг и особенно Немчин ох и жесткий парень вместе с тремя друзьями Можаев планирует нападение на кассиров достать оружие оказывается несложно главаря банды в качестве водителя спорткомитета знает в лицо охрана правительственных резиденций и домов отдыха ранним осенним утром 83-го года Можаев и Немчин на служебной Волге подъехали к воротам санатория совета министров казахской СССР охранник милиционер Мугалов узнал Можаева и пропустил автомобиль водитель попросил разрешения воспользоваться телефоном в сторожке войдя в будку Немчин напал на милиционера с ножом Можаев добил постового выстрелом изобретения преступники скрылись прихватив пистолет Макарова и запасные обоймы после громких нападений на кассиров спецдурмаша и асфальтобетона банда затаилась сейчас уже по прошествии времени могу с уверенность сказать что банда Можаева на тот период она была обречена тем что мы ее в любом случае поймали после провала нападения на армейский патруль Можаев как с цепи сорвался зло срывал на беззащитных девушках вместе с товарищами вывозил женщин за город там их насиловали и убивали ну вдруг расскажет милицию хотя говорить не буду говорить вам может расскажет ну давай задушим ну давай задушим когда-то подельники дали зарок не оставлять свидетелей и эту страшную клятву они сдержали девочки вот в возрасте 16 лет они вот посадили машину яхту покатаем изнасиловали и убили и естественно все эти преступления были не раскрыты Аможаев жил уже следующим чудовищным замыслом подорвать автобус инкассаторов на радиомине теперь главарь целыми днями не выходил из квартиры и не подозревал что за ним установлено круглосуточное наблюдение оперативники знали Можаев необыкновенно силен к тому же вооружен брать штурмом его квартиру значит подвергать опасности жизни милиционеров и мирных граждан надо было придумать способ выманить зверя сыщики выяснили среди знакомых главаря есть бывший сержант ГАИ уволенный за пьянку из органов некто Некрасов его решили задействовать в спецоперации в обмен на обещание восстановить в прежней должности как главарь банды угодил в капкан когда ему одевали наружный вот такой рычание шокирующие признания достава преступления мы даже удивились и каким будет приговор ну естественно позже добычную святой человек тяга к убийству финал громкого дела из истории советского сыска восемьдесят седьмой год город Алма-Ата бывший гаишник вышел на связь с Можаевым под благовидным предлогом попросил по старой дружбе достать спортивный костюм главарь не растерявший связей со спорткомитетом согласился хитроумная комбинация была запущена как и было запланировано машину с приятелями остановили на посту водителя обвинили в запрещенном частном извозе в то время желающих пошабашить на личном транспорте наказывали рублем бывший гаишник вину категорически отрицал и уговорил Можаева выйти из машины мол подтверди денег же с тебя не брали это был решающий момент Можаев даже не успел выхватить пистолет когда ему одевали наручник вот такое рычание знаете вот и вот одновременно безысходность вот все вот он попался наконец-то в этот капкан все и вот такой крик с визгом таким знаете рычанием вот он ничего не может поделать он понял что возмездие неотвратимо арест остальных членов банды был уже делом техники но для предъявления обвинения следователям нужны были вещественные доказательства Юлю Можаева дома в частном доме обыск перерыли все весь двор все все что-то чтобы хоть что-то найти Салуянов не знал где главарь прячет оружие и награбленные деньги чтобы заставить Можаева давать показания прибегли к новой уловке опытный сыщик Владимир Артеменко записал показания Салуянова сразу на две кассеты а Можаеву сказали что оба его подельника раскололись ему предложим выбирай его показания или Немчина или Салуянова вот какую выберешь такую мы тебе дадим прослушать ну вот он думал думал вот это показания Салуянова вот ну ладно Можаев поверил милиция все знает нужно спасать жизнь главарь выдал тайник с оружием и деньгами что интересно из своей доли Можаев не истратил ни копейки пачки денег похищенные у кассира завода асфальтобетон так и остались нераспакованными Можаев рассказал о 17 убийствах молил о пощаде упирал на чистосердечное признание не помогло суд приговорил главаря к расстрелу высшую меру получил и сообщник немчил Салуянов и Токарев благодаря активному сотрудничеству со следствием получили 20 и 15 лет тюрьмы соответственно одна из самых кровавых страниц криминальной истории СССР была перевернута тюрьмы а моих героев впереди ждали новые уголовные тайны но об этом как-нибудь в другой раз тюрьмы 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 Субтитры создавал DimaTorzok